Здарова, дружище! Сегодня по запросам кучи людей мы посмотрим с тобой Диму Масленникова. Дима, я надеюсь, ты не против того, что на тебя идёт реакция. Я надеюсь, вообще будет круто, если ты напишешь в комментах, что ты не против, если что. Если ты вдруг против, дай мне знать. Удалю видос, не вопрос. Но пока давай посмотрим. Может быть, это будет началом нового проекта по просмотру у нас. Потому что мне обычно очень нравятся такие ролики. Но Масленникова я не смотрел ни разу. Вообще никогда не смотрел. Буквально. Без шуток. Буквально. Поэтому это будет моё мнение. Привет всем, это Дима Масленников. Люди, которых вы сейчас увидите, даже не подозревают, что сегодня они будут испытывать страх. Не, ну я думаю, они подозревают, что... Я думаю, они подозревают, что они будут испытывать страх. Вряд ли ты их вызвал, я не знаю. На шашлыки я потом внезапно начал пугать, да? А, нет! Он правда позвал их и не сказал что! Что там делает аптилоид? Сударь, ни хуя имя. Я тоже такое хочу. Там что-то этот говорит, я там кому-то пошёл. Так, ты не трогайся, потому что Стас для тебя пригласил сюрприз. Для этого нужно просто взяться по глазам. Вау! Клёво! Слушай, а мы точно над этим снимаем. Я решил немного пранкануть Эмиля, Даника и Сударя. Их в разное время якобы пригласили на... Кстати, я хочу такую же штуку начать снимать. ...съёмку к нашему Супер Стасу. Но их по-настоящему... Это как и просто, которые люфтуют. ...мут ожидать участия в страшном ролике, который будет проходить в абсолютной тьме. Блин, клёвая, кстати говоря, идея. Крутится! Почему? Она крутится! Моя команда спроектировала и построила гигантский изолированный лабиринт с различными испытаниями. Блин! Слушай, как это жёстко! Нужно будет проходить в абсолютном отсутствии света. Друзья, просто взгляните на масштаб. Всё это мы построили ради... Это какой-то правда Форт Боярд. ... одного единственного ролика. Так что мне кажется, что он достоин вашего лайка прямо сейчас. И отдельное огромное... Да, поставь, пожалуйста, лайк под этим видосом. Спасибо, хочу сказать нашему другу, каналу Егор Таберг, за то, что предоставил нам эту площадку. Кстати, на канале мы у него тоже есть, так что обязательно гляньте. Прикольно. Блин, я хочу тоже в такую тусовку, в которой мне могут предоставить площадку. У меня просто столько проектов, которые можно было бы сделать. Идём за мной. Я тебя веду. Чё-то происходит? Ну, сюрприз. Снимаем мы с тобой обувь. Обувь? Стас, почему? Почему? Смотри, сейчас... Это девочка по имени Стас? Стас, ничего не трогаешь. Не трогаю. Вот. Стоишь на месте. Ну, пахнет за лупой. Заток по запаху за... Ну, нет! Опа, закрыли его. И чё? И всё. Догадывайся сам. Ребят! Лиз! Лиза! Наши правила... Он как ребёнок, который потерял маму в магазине. Мама! А хавать-то когда? Хавать-то когда? Мой бут. Здравствуй, Даник. Я за этого черрика. Нееет! Дима? А ты чё здесь делаешь? Снимай повязку. Он так всегда удивляется кастрюлям вокруг него. В комнате полная темнота. Алё! Ты попал на проект. Тьма. Прикольно придумано. Прям круто. Камиль, перед тобой лабиринт. Ты его должен пройти в абсолютной тьме как можно тише. Если ты выиграешь, ты получишь 100 тысяч рублей. Удачи! Клёво! Каждый громкий звук участника мы будем фиксировать. Кто издаст меньше звуков, тот и станет победителем. Ну, хоть бабки за это дадут. А я похавать приехал. Как можно тише, родной. Ах, вы сволочи. Я уже понял. А куда? Туда. Иди во тьму. Куда? Туда. Первый пошёл. Я слышу, как вы ржёте там далеко. Что оттуда, значит, нам туда. В другую сторону. Не в ту сторону ж идёт, да? Опа, не сюда. Хорош. Эмиль молодец. Шустро реагирует. Правда, чуть не врезался. Что это? Идиот ты, Эмиль. Да что ж ты такой-то? Ооо, двойной удар. Ещё один удар. Как ты думаешь, кто выживет? Ну, то есть, кто пройдёт? Я за Эмиля, потому что просто мой духовный зверёк. Да я не знаю уже, где я. Хорошо, спасибо, что сказал. Блин, как круто. Куда ты мне надо пройти? А вот куда, я не знаю. А ты догадливый. Успел, успел, успел. Хорош. Даник просто ходит и всё роняет. Блин, ты же даже не знаешь, куда ты идёшь. Ты же даже не знаешь. Они даже не знают, что он по кругу ходит. Я ниндзя. Судок-то, ёпты. Просто по кругу ходит. Я ниндзя. О, опа. Да ладно, а то быстро пойдёт. Хорош. Ооо. Ой. так ребят естественно было это интереснее смотреть тоже пройду проект тьма все что вы сейчас видите мои кадры и последующие кадры со мной сняты за день до того как здесь побывали пацаны это первая тестовая игра я не знаю что там построено это все построила моя команда так вот это круто блин у меня скулы уже болят лично на мне задача пройти полосу препятствий из мышеловок найти проход это будет больно ну кстати ногой так то неплохая нет это очень плохая идея ему сейчас очень будет нехорошо да ладно а чё нельзя мышеловки руками просто справа пододвинуть ты же как бы видишь их ты же чувствуешь так это не ты сделал что-то вот этот обманываешь ты злой смелый да куда блин не ходит мне их жалко бедные ребята еще раз напоминаю всем зрителям то что вы видите свечение это не свет от фонариков это инфракрасный свет который не виден глазу но виден с других инфракрасный камер они приклеили а ладно их то есть не это двумя ну да ник не будет тебе мелких данников это лебедев что ли по прическе об сказал лебедев может поэтому его сувер назвали не победите а мне обидно за них папа еще одну брали а так как можно разминировать подожди а ведь здесь ты даже мог взять и пойти не в ту сторону ты ведь мог просто пойти не в ту сторону выливаешь и ты бы прошел побился и после этого обратно сколько можно я не знаю такое чувство будто специальных собирает молодец все проходим дальше задача подняться наверх не задев пианино а а как они реально на скринке похожи мы ржем на твоей жопой подтяни что ли ох сейчас мы подходим к самому жесткому блин в темноте опасно всегда вставать на самом деле я не понимаю я пока что не понимаю в чем вообще конкретно тут задача пытается залезть без ступенек вот сейчас будет самое жесткое ребят сейчас перед участниками свободное падение ой да ладно я бы не смог я бы не смог вот скажи ты бы полез вперед если ты не знал насколько внизу над тобой под тобой что но я бы не пошел задача прыгнуть в неизвестность а что произошло что произошло прямо перед тобой 10-метровая пропасть 10 метров это примерно четырехэтажный дом я ничего бы ты предупреждал да было бы круто если ты предупредил если ты руки протянешь вверх то ты найдешь там вариант как ее преодолеть у меня аж мурашки я боюсь высоты я бы не смог не преодолеть ее потому что лазинка входит мэн заканчивается это что такое он пытается он пытается давай димон давай не димон так не сработает ну держи тогда специально для всех кто сейчас смотрит естественно там не 10 метров там свободного падения пять метров получается мы им говорим специально чтоб они а ну если пять метров то пол не четыре этажа а два ну тогда не страшно тогда нормально ну вот что падает сидели на очке сударь плачет по-моему сударь ротненький давай дадик давай дадик давай 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 ну дадик ну ты ладно это правильное решение согласен с тобой я согласен с тобой и было бобби тобой давай дадик хорош пошел пошел все хорошо ну блин чай мили все решит он долго и не думал он даже и не понял просто сразу так и начал сандертейл упадима все еще висит там а это масляника что ли повторюсь там все максимально безопасно так что не волнуйтесь дима это масляников да когда я буду падать я почувствую пол да ладно еще и ползти по узком и тропинке дальше его ждет очень узкий коридор он должен залезть там ширина все 30 сантиметров он будет ползти а как пройдет там даник вот скажи мне пожалуйста даник шире чем этот проход он он там застрянет просто что вы будете делать кое-что подарю коты сужаются и он сможет лучше залезать ногами а ногами а ногами а ногами блин бедный даник у как приставливание так мерзко застрял так ладно я такого очень боюсь давай даник родники давай я за тебя сейчас какие-то жуки выскочат да или что-нибудь такое я худой я бы там пробежал говорит сейчас как-то западает да не подожди умеем слушай у меня для тебя небольшой подарочек скажи что это такое что это такое если это почему Those какие-то Tweeting Какая-то на меня х**ня посыпалась. Это взгляд! Что это? Что-то удивило. А как мне развернутся? Я не той стороной по лицу. Почему? Помнишь, что ты пузыка? Потому что это таракан. Вот почему я съехал с общаги. Идем мы сюда. Так. Мышеловки были. Тараканы были. Падение с 10 метров было. Надеюсь, здесь тигры. Надеюсь, здесь тигры были. Что это такое? Тараканы его не удивили, а вот ковролин висящий. Слушайте, я вам ставлю прям уверенную пятерку, пацаны. Еще одна 10-метровая х**ня. Это его просто зашугали уже. И что я должен делать? Прыгать туда? Задача найти проход под водой. Под водой. Серьезно? Нет. А если плавать не умеешь? А если плавать не умеешь? Нет. Я советую тебе снять микрофон. Что ты снимаешь? Не приди к тебе в жопу. Это вода. Ох, холодно. Да блин. В бассейне есть вот эта перегородка. До нее налит уровень воды. Единственный вариант, который у него будет, это нырять под эту перегородку в абсолютной темноте, под воду и выныривать уже на выходе. Не, ну это пиздец, по-моему. Хоть бы теплую воду сделали. Там реально и можно задохнуться. Полностью что ли? Ты че дебил? Ты че дебил? Ты че дебил? А, да, там можно стоять. А, ну тогда не так страшно. Я боялся, что там прям высота большая. Хотя на Бабрином острове было холоднее. Че дебилец какой-то. Эмиль однажды просидел час без движений в холодной воде. Рептилия какая-то. Ой. Как? Так. Ну и ныряем. Ну и ныряем. Позитивный чел такой. Веселый. Зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Говорит. Он не понимает куда идти. Единственный выход это под воду. Что? Руками нельзя найти? Да нет. Нет. Не может найти. Не может найти проход. Что, мне плыть надо? Чувак, не говори, что под водой. Под водой. Да нет. Ты псих. Ты псих. Ты конченный псих, Димана. Не дотягиваешь до конца. Он понял? Кто-то понял? Уже? Ладно, надеюсь там не 500 метров плыть. Блин, ну вообще это очень тяжело. Если он там где-то застрянет или что-то такое. Панику словит. Ну хотя им наверное привычно уже. КАПЕЦ! это было просто видал ему было легко дима чё посложнее он говорит ему было просто но чувак таракан это очень жестко я слышу как что-то открывается и начинается рост я понимаю что комнатка маленькая типа нигде никакого прохода нет передо мной только я бы на тараканах наверное слился подпишитесь на этот канал где вы еще такое увидите ты даже и не подозреваешь ну что ребят пора на виндяи увидишь опа вести итоги нашу блин но это было круто тишина мне это было круто мне понравилось кто победил планшет спасибо ну что друзья как вы думаете кто победил не предугадает абсолютно ставлю на имели уймели было а вот так захотел было 22 громкий звук я думаю победил суды даник ты совершил 7 громкий шучу 33 грамм сударь я говорил я вижу я вижу всю эту игру легко изи изи на сударе ставили сударь победил я надеюсь тебе понравилось надеюсь тебе было интересно это круто не знаю мне понравилось я тебе сказал что мне не понравилось но в самом концептуально идея клёвая я надеюсь тебе понравилось тоже подписывайся на канал оставляй свои комментарии пока что на этом все всем пока до скорого удачи